Добрый день! На РБК региональные новости мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Маргариты Гафарова. Итоги Всероссийской туристской премии «Маршрут года» подводят в Уфе. Общенациональный финал пройдет в эти дни в рамках третьего международного форума по этнотуризму. Торжественная церемония открытия прошла сегодня в Конгресс-холле Таратау. Всего было подано почти 600 проектов из 60 регионов страны. В финал прошли 270 конкурсантов, в том числе 48 из Башкортостана. Впервые в премии приняли участие представители туристической отрасли Беларуси. И в дальнейшем географию намерены расширять. Так в следующем году на финальных мероприятиях в Уфе планируются гости из стран Шосс и Брикс. Мы видим уже развитие Шосс Брикс и других стран, которые готовы входить. Готовы входить в дружественные нам страны. 25-й год мы уже видим более расширенных границ нашего проекта. Нам нужно просто сейчас доработать на некоторые вопросы, в том числе с точки зрения логистики и формирования партнерского пола в этих странах. Он уже формируется, но нам нужно закрепить, чтобы... Так вы понимаете, что очень многое зависит от туроператоров. Нам очень важно, чтобы туроператоры этих стран между собой выстроили тесные взаимоотношения. Геннадий Шаталов также отметил, что другие регионы заинтересованы в тиражировании опыта Башкортостана по реализации проекта «Башкирское долголетие». Укрепление межрегионального сотрудничества, развитие внутреннего туризма способствует росту туропотока. И для комфортного размещения гостей необходимо наращивать номерной фонд, заявил глава региона Ради Хабиров. Как и многие регионы, в этом году мы очень признательны правительству Российской Федерации. Почти 900 миллионов рублей мы получили только на то, чтобы обеспечить увеличение количества мест размещения. Парадокс действительно такой, что если вы сейчас начнете бронировать каких-то наших домах отдыха, каких-то глэнтеров и так далее, вполне возможно споткнете, что мест нет. Потому что все-таки количества объектов размещения не хватает. Поэтому мы делаем такой сильный рывок за этот год и за 24-й. Потому что мы четко фиксируем, что количество туристов увеличилось. На форуме ожидается насыщенная программа, включающая пленарные сессии, круглые столы с экспертами туристической индустрии и главами профильных министерств из разных регионов России. На секционных заседаниях спикеры представят свои решения и опыт. Арбитражный суд Башкортостана отказал в принятии обеспечительных мер по иску компании «Дёртюли Мелеводстрой» к региональному Минэкологии. Фирма просила приостановить действие приказа министерства о лишении ее статуса регоператора по обращению с мусором в зоне номер 2. Министерство лишило компанию статуса 5 июля. 11 июля «Дёртюли Мелеводстрой» обратился в суд с иском о признании приказа ведомства недействительным. Позднее компания подала ходатайство о приостановке действия приказа до вступления в силу решения по делу. Однако суд не нашел оснований для этого. Арбитраж указал, что заявитель не представил доказательств необходимости принятия обеспечительных мер, а их обоснования компании носят предположительный характер. «Дёртюли Мелеводстрой» зарегистрирован в ноябре 2022 года в селе Иванаево Дёртюлинского района. В августе этого года компания сменила юр-адрес на Нижний Новгород. 55% доли в уставном капитале принадлежит компании «Мехуборка» из Московской области. Со владельцами являются Евгений Юдинцев, Александр Сальнов и Максим Фурманов. За первую половину этого года оборот внешней торговли Башкортостана и Казахстана вырос на 5%, сообщила глава регионального министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болочева. Экспорт за тот же период продемонстрировал рост на 7,5%. По итогам первого полугодия внешний торговый оборот республики с Казахстаном вырос на 4,4%. Экспорт по итогам 6 месяцев подрос на 9,5%. Ранее правительство Башкортостана и Казахстана подписали актуализированный план мероприятий – дорожную карту по развитию двусторонних отношений на 2023-2024 годы. Церемония прошла на международной выставке Иннопром в Астане. В обновленный документ включили 60 мероприятий по пяти направлениям. Республики намерены развивать взаимодействие в сфере промышленности, инновации, экономики и инвестиции, АПК, здравоохранение, образование и научном сотрудничестве. С Казахстаном у нас растет не только товарооборот, но и растет именно диверсификация, расширение возможных вариантов сотрудничества, которые были выстроены. На данный момент важно отметить, что не только предприниматели из Казахстана реализовывают и начинают интересоваться реализацией проектов на территории особой экономической зоны, ОЛГА в Республике Башкорстан, но сегодня и предприниматели Республики Башкорстан начинают локализацию своего производства в Казахстане. Накануне Республику с официальным визитом посетил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Деурен Абаев. Он встретился с премьер-министром Андреем Назаровым на площадке Центра управления Республикой и принял участие в церемонии открытия офиса почетного консула Казахстана в Уфе. Одна из функций почетного консульства и приемной почетного консульства это организация взаимодействия правового, это организация культурного взаимодействия, экономического. Конкретно для жителей это будет место, куда можно обратиться со своими вопросами самого разного плана. Кто-то документы потерял или надо что-то там восстановить, получить какие-то справки там и так далее. То есть в рамках консульской деятельности такая помощь будет оказана в моем офисе. Также официальная делегация Казахстана в Уфе во главе с Деуреном Абаевым посетила предприятие «Кронашпан Башкортостан», выступающие якорным резидентом индустриального парка «Уфимский» и «Уфимский нефтяной университет». Власти Башкортостана выделили участки без торгов под два придорожных комплекса. Минземы имущества поручили заключить с инвесторами договоры аренды земель. Компания «Агропродукт» получила более 11 тысяч квадратных метров в Ирсаевском сельсовете Мишкинского района. На инвестчассе в августе фирма анонсировала строительство многофункционального придорожного комплекса за 100 миллионов рублей. На обновленной автодороге Бирск-Состуба-Осадка планируют возвести пункт автосервиса, парковку для машин, кафе-пекарню и магазин. Представитель компании сообщал, что рост трафика в этом направлении прогнозируется в связи с реконструкцией трассы. Еще около 5 тысяч квадратов в Крамоскалах выделяют компании «Эверест». Фирма создаст комплекс вдоль дороги Уфа-Инзер-Белорецк. Объем инвестиций в проект составит 20 миллионов рублей. Напомню, на прошлой неделе глава региона также выделил в аренду без торгов три земельных участка под создание придорожных комплексов и базы отдыха. Всего с начала года в республике построили почти 200 новых объектов придорожного сервиса. Инвестиции оцениваются в 1 миллиард 200 миллионов рублей. Общая площадь земель, выданных без торгов в Башкортостане, за год выросла в 17 раз. Такие данные приводит пресс-служба правительства республики. Так, с начала года арендаторам передали 225 земельных участков площадью почти 27 тысяч гектаров. За аналогичный период 22-го пользователи получили менее 2000 гектаров, всего 14 участков. Причина такого роста – упрощение процедуры предоставления земли под проекты импортозамещения. Соответствующее постановление приняли в федеральном правительстве в апреле прошлого года. В прошлом году у нас этот проект по порядку предоставления импортозамещения только наращивал обороты. Если в прошлом году у нас именно по линии промышленности был предоставлен только один земельный участок, в этом году предоставлено уже 11 земельных участков. По сельскому хозяйству это более обширная территория. Уже предоставлено за два года около 240 земельных участков. Общей площадью более 26 тысяч гектаров. Новый порядок позволил ускорить вовлечение в оборот земельных участков, которые до сих пор не использовались, отметили в правительстве республики. Ну и напомню, под меры поддержки по импортозамещению попадает также производство пищевых продуктов и одежды, химических веществ, лекарств, компьютеров, электроники, оптических, пластмассовых и других изделий. У меня на этом все. Оставайтесь на рыбакам.